Скульптура голландской художницы Маргарет Ван Брифорд, установленная возле детской больницы и символизирующая ожидание в очереди к врачу, стала хитом интернета. Пользователи просто влюбились в это существо и прозвали его Ждуном. Он стал объектом многочисленных фото-жаб. В этом видео мы расскажем, кто же этот забавный персонаж. Поехали! В мае 2016 года голландская художница Маргарет Ван Брифорд установила возле детской больницы в городе Лейден в Голландии свою скульптуру, которую назвала «Гомункулус лаксодонтус» — в переводе с латыни «человекоподобный слон», символизирующий людей, ожидающих в очереди к врачу. По словам Маргарет, это создание является жутким и необычным сочетанием человека со слоном и насекомым без ног, которое взамен имеет человеческие руки и много складок. Кроме того, необычное животное отражает суровую действительность любого события, которое происходит в нашей не совсем радужной жизни. Этот персонаж своего рода неудавшийся эксперимент. Он ждет и надеется на то, чтобы стать лучше. Он словно большой милый комок плоти, который хочется обнять. Но, судя по всему, эксперимент оказался очень удачным. «Человекоподобный слон» — лишь вторая работа Маргарет Ван Брифорд, которую ей удалось продать. Об этом она рассказала в интервью русской службе BBC, отмечая, что находится лишь в начале своего творческого пути. В январе 2017 года скульптуру возле детской больницы заметила русскоязычная туристка, которая сфотографировала и опубликовала ее на популярном сайте Пикабу, после чего фотографию подхватили паблики в социальных сетях, а затем российские и украинские СМИ. Мем Ждун стал хитом интернета и социальных сетей, но только в русскоязычном сегменте. Это даже вынудило художницу зарегистрироваться ВКонтакте и создать официальную страницу Ждуна, которую верифицировала администрация соцсети. У меня в Инстаграм вдруг начали появляться десятки и десятки читателей из России. Я не понимала, почему, но сначала не придала этому особого значения. Потом читателей из России стало больше, чем в Голландии. Это было очень забавно. Я попыталась понять, что происходит. Забивала поисковые запросы через Гугл, увидела сообщения на русском о скульптуре, пыталась перевести их. А потом мне написала эта женщина, автор поста на Пикабу, и рассказала, как все началось. Читала, что скульптуре даже дали очень забавное имя Ждун. Я с трудом его произношу, но оно мне нравится, рассказала художница. Ждун стал самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта. Таким образом, порадовать близких можно фигурой в виде маленького Ждуна с культурами и даже креслами в Ждуна стиле. Те, кто не хочет тратиться на подарок, могут обойтись просто открыткой со Ждуном.